Добрый день, с вами снова Сергей Карабанов. Сегодня я расскажу вам о новинках системы EZDIM. Это приемники RX-ST DIN и ES7524. Начнем с ES7524. Это уникальное устройство, сочетающее в себе импульсно-стабилизированный источник питания и приемник EZDIM на два канала, то есть для микс-лент. Подробнее про управление микс-лентами я рассматривал ранее в одном из предыдущих видео. Каждый из двух каналов приемника рассчитан на ток максимум в полтора ампера, а общая мощность. Всего устройства 75 ватт. Подключаются устройства при помощи быстрозажимных клеммников. С одной стороны на устройство подается питание, с другой стороны к нему подключается светодиодная лента. Также имеется вход push-switch для подключения кнопки проводного управления. Как и любой другой приемник, ES7524 может быть привязан и управляться с любого из пультов EZDIM. Совмещая источник питания и приемник в одном тонком корпусе, этот девайс является идеальным решением для установки в профильные светильники. Более того, он специально рассчитан для работы в тяжелых условиях, там где тесная ниша, горячий воздух вокруг и никакой вентиляции. А также, благодаря сбалансированной компонентной базе, при диммировании вы не услышите никакого писка. Теперь про RX-ST DIN. По своему функционалу и возможностям он полностью идентичен приемнику RX-ST, но только выполнен в другом корпусе. Такой формат корпуса позволяет установить его в электрощиток на стандартную DIN-рейку. Размещение приемника в электрощитке удобно тем, что позволяет в одном месте спрятать все подключения. Однако не стоит забывать о том, что чем больше длина провода между приемником и светодиодной лентой, тем больше будут электрические потери. Подробнее об электрических потерях в проводах я рассматривал в одном из своих прошлых видео. Так же как и RX-ST, RX-ST DIN имеет 4 канала по 6 А на каждом. И он точно так же универсален. Он может управлять как RGB-RGBV лентами, так и микс-лентами. Для подключения питания и светодиодной ленты здесь используются пружинные клемпники, а привязка и управление полностью идентичны обычному RX-ST. Так как металлические стенки электрощитка могут создавать помеху для прохождения радиосигнала, приемник RX-ST DIN снабжен специальным антенным входом для подключения внешней антенны. Ссылки на обе новинки я оставлю в описании. Задавайте ваши вопросы в комментариях, подписывайтесь и ставьте лайки. Всем пока, до новых встреч!